Кто лучший портной, швея и мастер производственного обучения? На республиканском уровне это выясняли в Йошкарале. Участники из разных районов состязались в конкурсах профмастерства по направлению технологии легкой промышленности. За работой признанных профессионалов своего дела наблюдала и наша съемочная группа. Крой для будущей туники готов, самое время приступить к шитью. Дарья Харлова – третий курсница Ешкаралинского торгово-технологического колледжа. Крой идти шить любила с детства. Сейчас она готовится стать профессиональной портнихой. К этой профессии я пришла очень давно. Я с самого детства хотела шить, поэтому пошла и выбрала это направление. Учиться достаточно сложно, но если стараться, то все всегда получается. Очень интересно, когда ты можешь из простого куска ткани создать практически все, что угодно. Это очень вдохновляет, это интересно. Применять приобретенные навыки и врожденные таланты на практике будущим мастерам помогают соревнования профмастерства, такие как, например, республиканский конкурс по направлению технологии легкой промышленности. А именно за титул лучшего здесь соревнуются портные, швеи и мастера профобучения. Ежегодно показать свои умения в техникум сервисных технологий приезжают участники из разных районов республики. Я свою профессию выбрал по стопам родителей, потому что они у меня шевели, и мама предложила выбрать профессию швея. Ты всегда знаешь, чем ты будешь заниматься, и тем более родители помогают. И потом в дальнейшем можно дальше учиться по этой профессии, чтобы высшее образование было. Час теоретического занятия и четыре для практического. За это время портные шьют тунику, швеи, комплект салфеток с евроуглом, мастера профобучения, женскую блузку. Итог один – успеть сдать готовую работу. Любой конкурс, в принципе, это не просто так вот ради конкурса. Это, естественно, сверить свои шаги с возможным дальнейшим трудоустройством. Какой специалист выйдет, какого подготовили, какие руки дали этому специалисту. И, естественно, сегодня в составе жюри есть и работодатели, которые очень четко будут смотреть за ходом конкурса, конкурсного сегодняшнего дня. И, естественно, верные уже и будут выбирать. И надо сказать, что по итогам, в принципе, любых конкурсов профмастерства уже сразу получают предложение по участнике. И победители, конечно же, получают предложение по дальнейшему трудоустройству. Конкурс профмастерства по направлению технологии легкой промышленности в техникуме сервисных технологий проходит с 2016 года. В этом году участников всего 13. Победители по три человека в каждой номинации. Но, как говорится, победа не главное – главное участие. Ведь для каждого участника подобный конкурс – надежная гарантия в будущем найти работу и зарабатывать. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok